Зарядье 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 Господи Божий наш, слава Тебе за этот воскресный день, напоминающий о Твоей дивной победе над смертью и над дьяволом. Мы просим Твоего отеческого благословения во имя Иисуса Христа, Спасителя нашего, на эти занятия. Научи нас вникать в закон Твой совершенный, слышать голос Духа Твоего Святого, поступать по совести неповрежденной. Посети наших братьев, отсутствующих, сестер. Найди новые души для поселения сюда. Тебе, Боже, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Я делюсь опытом, очень часто, личным опытом. Иногда у людей спрашиваются, ты поселился здесь же, а что тебе здесь понравилось? Я представляю первых людей, которые приехали из России, а потом некоторые поехали домой рассказать. И те сказали, а чем лучше здесь, чем там. Они что-то говорили, что-то недоговаривали. Вы приедете, узнаете. У меня сестра Валентина, как-то она была со мной на занятиях в Академгородке, Новосибирском, научный городок, Академгородок. И она говорит, вот ты рассказывал о Потеряевке, о лагере. Ну, все правильно. И про комаров рассказал, какие они. Ну, она сказала так, что захотелось поехать. Вот как мы дадим этот материал? Ну, и написано, хорошие, плохие там стихотворения, ни два, ни три. Нет, три тысячи четыреста шестьдесят семь. Почти все написаны за последние девять лет. И вдруг в один день я обрываю, и ни одного стихотворения больше нет. Рука же дрожит, охота написать. Уметь вовремя остановиться, это талант. Я буду с одной темы на другую скакать, а потом я все вместе свяжу. Вот когда готовят людей к миссионерской деятельности, иеговисты, свидетели Иегова называют себя, а они включают в программу умение расставаться. Не надоест человеку, пока он не скажет тебе, да я уже занят чем-то, ты прости, сегодня мне некогда. Ты уходи так, чтобы тебя желали, ах, не дослушали маленько, время было. То есть первая встреча должна занимать не более пяти минут. У них это вымерло. Может быть меньше, но не больше. Над этим надо работать. И вот меня спрашивают столько стихотворений, меня спрашивают не где-то, а в литературном институте, в Москве, это центральный, где готовят поэтов, писателей. Институт имени Горького, это литературный институт. К слову сказать, такой институт один только во всем мире. Нигде поэтов и писателей не готовят. Они рождаются от Бога, а у нас их готовят. Можно выучить на фермера, можно выучить на тракториста, на летчика, на написателя, на поэта. Нельзя выучить, оно или есть, или нет. Ну хорошо, я тебе буду 10 лет учить, как правильно стихотложения делать, как рифмовать, что с чем. А что ты напишешь-то? Вот это дается изначально кем-то. Талант. А кем-то талант дается? Да, наверное, говорит, от Бога. Но ты признал, что Бог есть. Показал, слышу. Меня спрашивают, откуда вот темы такие берете? Это не одна, не две, и притом столько тем разных. Я беру готовые, я их не выдумываю. Я их темы эти получаю на молитве. У меня угол есть и черт, и лестовка. И на молитве у меня вдруг мысль. Такая мысль, которая я... А я начинаю молиться, у меня чистая бумага, карандаш, и я срочку расчеркнул. Я не боюсь отвлечься на молитве. Я не отвлекаюсь, я тут и нахожусь. Но когда я кончу молиться, дальше я попрошу Бога расшифровать, что мне Бог сказал. Люди, которые не имеют связи с Богом, прямой связи, они спрашивают, а как это ты узнал? А откуда ты? Да что ты берешь на себя такое? Да кто ты такой? Ты что, пророк? Это все слова твои. У меня другое, у меня живая связь с Богом. Это ни один, ни два раза. Но это еще не все. Я тебе скажу, воспроизведи сегодняшнее занятие, когда придешь. И полностью запиши, что я говорил. Не то, что тебе понравилось, или указаны места описания, а подряд, до единого слова, как на магнитофон, да никто не напишет. А апостолы написали спустя десятки лет. Евангелие от Яна, считается, было написано 35 лет спустя, после как Христос вознесся. Да 35 лет спустя, мы не знаем, где в этот день были. Кто с нами был? Еще спрашивают, в каком году моя мать умерла? Даже не знают, если не записано. А они записали прямая речь, кавычки открыты. Иисус сказал, и дальше стоит двоеточие. Да это невозможно. Действительно так. А Господь сказал, и Дух Святой придет, и научит, и откроет. Это Дух Святой. Это только Дух Святой делает. Это все понимают, когда говоришь. Но когда я говорю, что я это испытал, у меня это есть. А за кого ты себя выдаешь? Ну, 3467 раз выдавать себя, мозги свернутся. Притом у меня стихотворение по 9 куплетов. Это 36 строчек. И черновики все целые, и ни одной поправки нет. Я пишу с чистого листа. Мне все до единого говорят, а то не может быть. Вот Пушкин пишет стихотворением, у него одна строчка, раз 15 зачеркивается. Он думает, это не так. Надо более сильное слово. Взял. Нет, не взял, а приобрел. Нет, не приобрел, а добыл. И оно по-своему хорошо, это слово. Но что лучше для поколения, он не знает. Я никогда этого не думаю. И меня спрашивают, а вот теперь считайте свои стихи. Хотелось бы вам поправить? Не хотелось. Я однажды попробовал, у меня рука отвернулась назад. Все, что я пишу, намного ниже того, что там написано. И я осознаюсь, это не мое. Это не мой уровень даже. Так вот, на днях мне один человек как бы говорит так, слышу разговор. Ну, в общем, не спорьте. Я сказал, по-моему, я тут хозяин. Я пришел домой, стал молиться, и у меня высветилось, как на экране, слово по-моему. А ты знаешь, что это означает? Как бы голос мне. Я задумался, нет, наверное, до конца не знаю. А ты подумай. И теперь я всю неделю молюсь, если это 7 раз только в день, до 7, это 49, 50 раз на молитве. Я проверяю себя так. И вдруг Бог открывает такие страницы. Я подготавливаюсь, ищу. Вчера срочно надо в свои стихотворения заглянуть. Барабаша нету. Я к Янщук. Там Людмила, Евгений помогает, мне нашли. Где это есть? Вот все отпечатали. Сегодня стою в храме, в храме, говорю молитву, еще не менее 7. Пришел сейчас, еще идет. Я вышел, ребята, я не могу больше, иначе мне не вместиться в часы. То есть, я это знал, но когда стал просить у Бога, оно приоткрылось совершенно в другом плане. Первый вопрос. Поднятием руки ответьте. Слово по-моему. Или по-моему. Там согласен. Хорошее или плохое слово. Вопрос. Кто думает, что это слово хорошее, когда наставят по-моему. Поднимите руку. Кто согласен? А кто думает, что по-моему, оно может быть ошибочное, оно может куда завести. Вот видите как. Вы думаете точно так же, как я. И теперь я скажу, что могу внести коррективу. Это слово, как раз то, которое кентавр, так назовем. Кентавр, это именно бывает Александр, Александр, Евгений, Евгения. То есть, мужское и женское бывает. Валентин, Валентина. Женщина, любовь, а у мужчины нет такого. Ну, у мужчины, когда следует, только измена, или как ты его назови. Другое слово, чтобы похожее было. Так вот, я несколько мест буду открывать Писание и покажу, что немало, значимо было, я сам этого не знал, что, по-моему, по отношению к человеку в Библии встречается всего два раза. Один раз в Ветхом завете, другой раз в Новом. Вот это да. Я проверил, поисковик зарядил два раза. Я тогда стал просить, Господи, а почему? Я убогом все выпрашиваю, понимаешь или нет? Я вчера утром встал и снова спрашиваю, Господи, а почему только два раза? И об одном они говорят или нет? Я стал за... События-то разные, Ветхи, Заветы, Новые. Ты увидел, об одном говорят? Я понял это не случайно. В этом заложено все. Потому что остальное может быть отрицательно. Бог дал направление. Так, первое место. Третья книга. Царств, 17 глава. Первый стих. О пророке Ильи. И он говорит, не будет дождя, ни росы, по моему слову. А его слово было как? В Духе Святом. Бог ему положил. Это не его слово-то было. Он сказал по моему, ну то есть мой язык произнес. А на самом деле пророк Илья-то он... Какой он пророк? Я как-то сказал своим, говорю, вот как вы представляете пророка Илью? На кого он похож примерно? Ну, из знакомых-то. Ну, я думаю, что не на Володю Пащенко он похож. Ну, в крайнем случае, на Дубнова Игоря. Это примерно так он... Не так, так так и... Вот я, я так воображаю. А другого, которого как-то там было, рассматривали, я сказал, вот это мне кажется, на нашего батюшку похож. То есть у тебя... Вот я режиссер, если бы оставил фильм про пророка Илью, то мне надо подобрать артистов. Иисуса Христа, когда подбирали в фильме Иисус по Евангелию от Луки, 500 ролей, 500 артистов с разных стран мира. И он их разбирал, смотрел, разговаривал, как они говорят, как садятся, какой наклон у них. Все, и наконец избрал одного. И вот такое впечатление сегодня складывается у людей, что именно вот такой Иисус и был. Точно. Видите как? Это большая работа, это талант. Какая сопроводительная музыка должна быть, это талант. Вот я смотрю, Михалков, когда фильмы ставит, просто талант, больше ничего не могу сказать. Какой артист, как он в каком месте прорывает события, параллельно уводит, потом сводит их вместе. Я всегда говорю, а мог бы ты так? И решительно говорю, нет. Мне не дано. Не дано. Мне дано удивляться. Кто-то играет на арфе, а мне дано удивляться, как он играет. Мне дам талант послушать его. Это тоже талант. Это, есть такое стихотворение, говорит, кто там играет талантливо. Такой поэт Андрей об этом говорит. Второе место. Первое, Коринфянам 7,40. Совершенно про другое. Он говорит, если девицу выдашь замуж, хорошо поступишь, отец. А если не выдашь, это лучше. Так что лучше-то? А апостол Павел говорит, хорошо, и остаться так. Тут одна знакомая наша в деревне говорила, а я замуж не пойду, потому что с мамой, с папой лучше дома. Ну, пока не выросла. А Павел говорит, почему? Я думаю, и я имею Духа Божия. Он прямо показал, откуда эти слова. Если поступите, по моему совету. Моему совету. То есть, там по его слову Дух Святой сказал, и здесь Дух Святой. Вот по моему, по моему ли ударение, в зависимости от вставного слова, вспомогательного, положительно, только в одном случае, когда это в Духе Святом. А когда человек этого не разбирает, он все лепит в это слово. Я сказал по моему. Да как хорошо, что не по моему. Не один раз уже мне пришлось в жизни сказать. Если было бы по моему, было бы не так. Я, главное, что вслух не сказал. Думаю, вот это вляпался бы. Ноги не вытащишь. Будем записывать. По моему, слово мое, все местоимения, мне, все происходит от слова я. Но если меня нет, то и моего нет. Что означает я? Из чего оно состоит? Внешне, да, мы очень похожи на телят, на поросят. Голова, нос, уши, рот, едим, ну и все остальное. Мало с чем отличаемся. А вот, что есть я? Когда Бог сотворил по образу и подобию и вдунул дыхание жизни. И говорит, человек подобен нам, по образу подобия сотворил я его. Что в нас есть, то природное, первоначальное, райское. Иногда говорят, люди вообще не задумываются. Ну, сказал кто-то, что душа по природе христианка. Я говорю, а кто сказал? Ну, я не знаю, я говорю, Тартулиан. Слово сказать, он не канонизирован, и зря он не канонизирован. Это прекрасный был человек. Ну, он понимал кое-что неправильно, его церковь, списки святых, не записала. Он сказал, но вы-то понимаете, что эта речь идет о душе сотворенной райской. Та душа, которая еще не была знакома с грехом, сегодня она по природе не христианка, она язычница. Она язычница. И ребенок, только дай мне, по-моему, и по-моему, ладно, ладно, не плачь, только не плачь, игрушку, вот тебе надо, бримщит там, дай ему, дай ему грудь, ладно, мамка, дай, лишь бы только спал. Эта язычная настроенность передается наследственно. В беззаконе и защите в грехе родила меня мать моя. Так она была законная супруга. Да, была законная. Так а мы считаем, и тому же от венчанных родителей тебе сказали, что во грехе. И подобно родителям мы смертны. Доказательство то, что мы умрем. Ну, кто-то есть, те, кто не верит, что он умрет? Я не вижу Романа здесь. Нет, Романа, говорят, и Кирилла. Вон, когда-то были мы, в Воронцовке. Я об этом говорил, он, а я не умру. Я говорю, не умрешь? Нет, никак. Кажется, в этот день он упал где-то, убился сильно. Нет, я не умру. То есть, оно не совмещается с понятием о смерти, когда жизнь кипит в человеке. Человек смертен, это значит грешен. А возмездие за грех смерть. А раз возмездие есть, значит, впереди был грех. Безгрешный не умирает. Возмездия-то за грех нету. А это только за грех. Значит, разбирать свое я надо с учетом грехопадения Адама и Евы. И смотреть, какая наклонность. У него что было? Посмотрела дерево прекрасно. Вожделение плоти, похоть очей, гордость житейская, похоть очей. Я смотрю ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу, а она идет, каблучками стучит. Слышали в ваше время песню такую пели-то? А что смотреть, когда ничего? Ты же сам прикрепку делаешь, ничего в ней нет. А гляжу и глаз не отвожу. А что, Адамова? Так он еще и не говорит. И для чего она мне нужна? Он не знает, что еще для чего. Смотрит, для чего она нужна. Так вот, чтобы сказать по-моему, надо разобрать сначала, кто такой ты есть. Эта тема неоднократно у нас уже была. Ее просто разберите дома подробно. Отвергни самого себя. Второе, возьми крест, который я дам. Говорит, я несу крест Христов. Христов никто не может понести. Частично его нес только Симон Кириньян. Христов никто не может. Христов возложенный крест, это можно нести наш крест. И притом он дает его всегда по силам, чтобы мы могли донести. Отвергни себя, возьми крест и следуй за мной. Два пункта. Второй, третий. Они не связаны между собой. Но связаны первые два. А третий к ним уже прилепляется. И Господь говорит, что следует за мной, следует, я христианин, я в храм буду ходить, я верующий, но не отвергся себя, не достоин меня. Значит, это первая ступенька. У меня есть очень близкие люди, которым я говорю, ты первый шаг не совершил, христианином завершишься. Отсюда у тебя все твои ошибки. Твои мысли, твои слова, твои описания. Все заключается в этом. Отвергнись самого себя, прежнего, ветхозаветнего. А ветхозаветнее, оно возвышает самого себя. Почему мы доставим на своем? По-моему, должно быть. Я оценю это. А сравнить свое, в духе или святом, на это надо годы. Это нужен большой навык. Притом навык ежедневный. И днем и ночью. А если это, по-моему, будет, это я, по-моему, думаю так. А я-то какую роль играю? Никакой. А если это президент? А если это Иван Грозный? А по-моему, ему надо завоевать Казань. Пошли, завоевали. Пять раз неудача, наконец, удача была. И сейчас пишут, что когда Иван Грозный был у себя там в палатке, и считалась такая-то песнь канона, и в это время прозвучал подрыв. Копали-копали тоннель, подвели туда за 150 бочек пороху, рвануло, и стена развалилась. И в это время войска стали входить туда. Ему сообщили при пении божественных песней. К этому нас Христос призвал. А сегодня Татарстан, это не Чечня, как только они восстанут, а там все время радикалы все время подводят к этому. Россия будет перерублена пополам. Нас начнут здесь делить отдельно. Уже столицы Новосибирск провозглашают. Россию рвать будут на счастье в течение одной недели. Я примерно так думаю. Потому что больше несправедливости на земле нет, как вымирающему народу. Такие пространства, такие богатства Бог дал, и все, загаживает. И самые бедные при том, обирает. И любой скажет, да зачем мне это нужно? Тебе сейчас скажут, давай, ты будешь жить два раза лучше, но только на тобой будет Китай. И ты что скажешь? Я против, но я просто констатирую сам факт. Мне не надо китайцев, не немцев. Я живу на русской земле, ну, русские начальники пусть будут. Но не будет все время так. У Бога все это вымерено. собирается во всем мире, когда комитет трехсот и говорят, скажите, это справедливо, нет, что шестая часть мирового пространства, слушай, принадлежит народу, который ни к чему не годит, ничего создать не может. Вот он, компьютер, ну, где он? Он не в России делался. Бумага, вот у меня на Евангелии, это из Китая привезли. Лес туда продают, свои комбинаты закрыли, а они теперь цены диктуют, какие хотят. Это же видно было все сразу. Корма, все, все, все туда идет. А оттуда теперь, да, там дешевле, потому что там не было революции, перестройки. Но вы понимаете, что национальная безопасность зависит от того, когда ты соображаешь, если они перекроют сейчас за границы, а не перекроют, как Россия, газ для Украины, все, зубы на полог, пожирать друг друга будут в мирное время. А вот и по-моему, не по-моему, а по-совету, да в молитве. Надо молиться и других просить. Для чего просить-то? Я сам молюсь. Павел все время просил, молитесь, мне все не открыто. Молитесь, дабы Господь усмирил врагов. У меня дверь открыта, противников много, но чтобы сердце человеческое открылось в Слово Благодати. Вот отвергнись себя. А напротив этого самоутверждения. Знаете, как говорят, вот человек активный в жизни, достигает многого, достиг многого. Это утвердившаяся и показавшая себя женщина. Житья-то с ней нет никакого. А почему? Она независимая, она независимая. Ну, я не могу притворяться, и поэтому у меня такое, что я сейчас остаюсь без мужа. не без данного мужа. Новый приходит, и новый приходит. Ех пять, а сейчас пятьдесят пять, и этот не муж тебе. И она открыто говорит в газете, напечатанно об этом. Я не хочу притворять себя любящей женщиной. То есть она такая, какая есть, и с ней никто не может ужиться. У ней все есть, но у ней нет главного, нет смирения. Она самоутверждается, а самоутверждаться не надо, надо Богу дать утвердиться в сердцах ваших. И тогда ты можешь сказать, будь по-моему. Да еще проверишь, да еще у Бога выпросишь. По-моему. Дальше. Как у малых детей учат, как такая поговорка, вы не положь. Это у преступника так. Он захотел взять, взять, понравилось, насилует, не нравится, убью. Вот какое дело. Так вот это самохотение я стал когда исследовать, и нашел, что все рождаются в этом. А избавить может только Бог. Вот говорим о тех людях, которые не православные, не католики, то есть где нет рукоположенного священства, кого мы называем сектой. Ведь они во многом, во многом лучше нас. Это мы должны признать, это легко так и видеть. Но они поступают, я им как-то уже говорю об этом, вы поступаете как мусульмане, не по-моему, голову отрежу, а голова одна, ты не можешь жить. А почему такое сравнение? А потому понятия о церкви никакого. Колоси нам 1,18. Христос есть глава, тело церковь, а они хорошо знают голову. Христос умер за нас, пролил кровь, он ждет, он лично мой спаситель. А о церкви вообще разговора нет, церковь это будет трое. Нет, церковь это там, где есть епископат, где есть священство, которым дано кому простить и проститься, оставить и оставиться. Это у них закрыто на 100%. И поэтому они знают, что литургии нету, причастия нету, а только воспоминания. Я говорю, вот вы когда преломляете у себя, с баптистами говорю, преломляете хлеб, людям что подаете? Как что, хлеб? Он такой же. Вообще, это воспоминания, только о страданиях, Христа. Ну а когда вино выдаёте в чаши, там, пресс-питер прочитал молитву, вино налил, а когда подают, люди пьют что? Вино. Ну а я говорю, тогда какой смысл? Любой может сотворить? Конечно, любой. Любая бабка, кто угодно. То есть, таинства нет, они это осознают. А таинства нет где? Где церкви нету. Выходит, голову отрезали. Вот я говорю, почему вы похожи на мусульман? Вы очень похожи. А вы на кого похожи? Да мы фарисеи, нам и сравнивать не надо. У нас везде налеплено. У нас всё по Ветхому Завету. Хотя в Новый Завет мы и заглядываем. Вот что батюшка выходит кадилом, кадет, это всё Ветхозаветнее. Там ничего Новозаветнего нет, но в Новозаветнем Духе. Там икон не было, у нас иконы. А почему иконы? Потому что на небе святые разошли. Потом у нас по образу небесного в Ветхом Завете были только ангелы, херувимы, на небе были херувимы, а все люди шли в преисподние места. Поэтому их там и не было, только имена были написаны на небе. Книга жизни. Поэтому у Аарона и были имена 12 колен на роменах. У нас не по склепу смертному, по образу небесному в храме. И по порядку, когда спрашивают, мы должны ответить не по моему уму, а как писание. А по писанию намного сложнее, чем мы думаем. Какой порядок? И мы проехали сколько стран, ну и вопрос задают, ну а самое такое, что вам где понравилось? Ну везде хорошо, где нас нету. Но больше всего понравилось в Турции. А в интернете я не встречал таких роликов ни про одного государства, ни про одно, как против Турции. Проклятие Турции, туда едут, столько людей отдыхать, эти деньги, там бабы блудят, привозят сюда, это мусульманский яд, тут все проще. это по телевидению, сказать, это в интернете. А я этого не увидел ничего, я увидел другое, как одеты люди. Женщины особенно мне понравились. Старые, молодые, все, вот только лицо открыто. А у нас верующие, грудь открыта, вот, ошейник не вот так, вот, ну вот, в рубашке ошейник есть, не так, а вот сюда вот, вот так, и куда-то сюда. Верующие, зачем ты это делаешь? Это самая ценная грудь, и ты на позор выставляешь, ты болеть будешь? Тебе рассказать, какие болезни еще я буду рассказывать? К врачу обратись, на Букуме, и там ты увидишь. Закройте себя, вот, и они все закрыты, гуляют, идут, качалки там где-то, разговаривают, как одна. Ох, и приятно смотреть. Платье где-то сантиметра два или три, только от пола, а иногда по полу просто идет. Идет по улице, и мужчина, усы многие с бритами, все с бородами. Я говорю, что как государство, просто, я присмотрелся, мне больше всех понравилась Белоруссия. Батька Александр Лукашенко. А вот по виду, как люди одеты, это Турция. Везде раздеты, в одних трусах женщины, ну, просто смотреть, срам один смотреть. Там мы не увидели ни одной. И вот по-моему. А когда мы считаем Ветхом Завете, это все показано. И они берут так, как у них написано в Коране. А Коран, он много взято из Ветхого Завета. Дальше. Противление. Оно, по-моему, связано со всем. Бывает такой дух противный, бывает человек со всем соглашается. Это тоже необдуманно. Ты можешь так, в такие положения, знаете, как ученик Паисия. Пушествовал еврей, только еврей сказал, да Христос не настоящий мессия. Он говорит, да может быть так. И сразу, только сказал, может быть так. Рот закрыл, а уже закрыл, уже сатана внутри сидит. Это только Паисий заметит. И когда будет молиться, из него черным дымом повалит. Сколько таких слов сказали? Это жития святых. А я не верю житиям святых. Ну, если к житиям святых ты имеешь полное недоверие, значит, к святым ты вообще не имеешь никакого отношения. Многое в житиях святых может быть домысливали, но не вопреки Писанию, или было бы. А это, Златоуст говорит, ты хохочешь, раскрыл рот. Ну и что? А ты не думаешь, что в это время тебя демон вскочит? Ян Златоуст. Это уже не жития. А что, во время смеха тебе мало того, горе смеющимся ныне? Горе. А наоборот, наоборот, блаженный плащущий, ибо они утешатся. Ты маленько сравнивай одно с другим. Читаем дальше. Писание говорит, о ненасытимости две дочери. дай, дай. Дай, дай. Сегодня он на этом все. Это перспективный человек, этот успешный. Это основано на дай, дай. Но не к себе дай, а не кому-то дай. Блажение давать, нежели принимать. И ты тогда увидишь, что это означает. По-моему. По-моему, где прибыль приходит. У нас были люди, которых мы так и называли здесь потеряемки. Дай, дай. Только дай, дай. Они могут только покупать и продавать. Сами работать не хотят. Раньше называлась спекуляция. Они нужны, купцы. И они даже очень нужны. Должны быть разумные цены. Все должно быть как. Без купцов никак. Мы все не поедем масло сливочное продавать в Англию. и при царе было. Продавали здесь. покупали определенные люди, отправлялись через Россию, наценивали. И оно, конечно, дороже было. Но и люди здесь получали. Противление Богу началось в Эдеме, в раю. Это вложил сатана. Бог сказал, в день, в который вкусишь смертью, умрешь. Он не сказал мне так, а прямо сомнение сказали. Что, может быть, под сомнениями погнал-то. Но, может быть, не так. А, по-моему, дерево хорошее. Ева посмотрела вожделенно и дает знания. Какое знание она там получила? Какое? Ну, написано, все испытывайте. И ты испытывала, да? До замужества не могла себя сохранить, все испытывала. А теперь верность я тебя заверстую, говорит, не запахнет. Дальше. Нужно научиться довольствоваться немногим. Это напротив того. Тогда, по-моему, не надо. Я думаю, мне этого хватает. Вот я сейчас покажу, что есть. По-моему, этого достаточно. Володя, он занимается чем-то... Поехал Сергей, ему продал вот этот свой. Он дешевый, 3 тысячи. А ему надо для того, чтобы работать в интернете, за 30 тысяч купить. А тебе, по-моему, тебе хватит. Почему? А я сам имею такое. Но за меня вызвался человек, один купил мне все. Я могу даже назвать. Петерима Витерик. Это доброты необыкновенный человек. И сколько не пытался деньги в карман сунуть, бесполезное дело. Притом, купит самое современное. А другой нашелся, который тот взял с меня слово, не говорит он, оплачивает за меня интернет. Я не плачу за него. сам вызвался, отвез меня, сделал, и по телефону звонил, когда кончится. Если надо, более скоростной, больше добавим. Нынче нашли доброход, и машина сломалась. Да не ремонтируйте, бросьте. Сейчас деньги переводим, покупаете иномарку, едете дальше. Я не выпрашиваю. Я воспротивился этому. Даже разговора, чтобы не везти, сразу дал смс через битик. И чтобы разговора не было, мы машину должны пригнать домой. Отремонтирует она, она только начала поход свой. Ну, бывает брак. Мы же не выбрасываем, ребенок болеет, мы его лечим. Есть такое слово превозмогло. Превозмогло. Когда у человека есть власть, он настаивает на своем. Я сказал, по-моему, а когда до дела дойдет до исполнения, то он пятится и не знает, в какой угол везти. Припомните, где это было, с кем? Из царей. Притом, такой царь, которого все считают святым. А любил настаивать на своем. Петр Первый. А? Петр Первый. Давид. Он царем не был. Давид. Ты прослушала маленько? Давид. Давид. Что ему сбрело в голову сделать счисление Израиля? А военачальник, я вам говорю, не надо, сколько есть все наши люди. Я сказал, да не надо этого делать. И слово царя превозмогло. И как только ему представили список, то он увидел, народ растет, как в России перед революцией, каждый год за высчитан смертность чистой прибыли 3-5 миллионов каждый год было. 3-5 миллионов. За 70 лет 3, даже по 3 миллиона, 3-7 уже на 210 миллионов нас было бы больше. Ну, примерно к 2000 году должно было 650 миллионов. А сейчас и сотню-то не нагребешь путного. за время перестройки сделано 120 миллионов абортов. Это самая истребляющаяся нация. А что вы ей желаете? Желаю воскреснуть из мертвых. Оплодить глупых преступников зачем? Писание говорит, лучше один исполняющий заповеди Божьи, чем 10 тысяч нарушающий. Безрассудно поступил я, вот теперь сам себе выносит приговор. По-моему, а ты бы прислушался, да, говорят тебе словами Писания, не надо, ты же силен не тем, что много народа у тебя, ты силен тем, что Бог с тобою, Господь, Он помогает и одерживает победу. Ну, вот вы под Иерусалимом, когда пришел Рапсак, вы воевали с ними? Нет. А как? Ну, мы устали, все мертвые лежат. А которые окружили-то? Ленинграду не надо было голодать, молились бы, устали, все, все эти Мальштейны, гудерианы лежали бы мертвые, а они больше, около миллиона почти похоронили, только от голода умерли, которые Пискарево кладбище, говорит, наполнили. Мы ревниво смотрим на противодействие нашему Я, я сказал, по-моему, а вот даже один человек возник и сразу приостановись и пойди на молитву, я тебя не зову ко мне, какой я тебе советчик, у меня опыта такого нет, как у тебя, а ты встань на молитву и дождись от Бога ответ, а как он должен ответить? Этот вопрос показывает, что живой связи с Богом нет. Я вопросов никогда не задаю, мне надо ответ искать, я его жду, у меня спрашивают, ответ есть, я говорю, нету, проходит день, два, месяц, я каждый день взываю, ночью нет ответа, и вы знаете точно, абсолютно точно, я говорю, одна просила совета из Италии, звать Анна, она опять вопрошает, я только ответил, ответа нет, ответил, встал на молитву и сразу ей даю знак, ответ пришел, я как будто почтальон постучал в дверь, я ответ сразу нашел, он у меня высветился, я ей сказал, и она отошла, больше с собой связи не держит. У пророка Иеремия было так, когда восстал один Исмаил, ну а царь-то уходит, завоеватель-то, но он оставляет своих людей, кого избирает из местных, кого-то, ну как в колонии-то делают, ну обычно местное население-то слушает своих лучше сейчас, ну почему-то мне поставили какого-то Романова, он поехал Романова, его убили, генерала, а Рамзан Кадыров свой, он же воевал против войск федеральных-то, он был боевиком, а сейчас ему присвоил Путин звание Герой России, сейчас его занесли в черный список за рубежом, вчера занесли, ему выезда и нет за границей, Ромзан Кадыров, он говорит, я был с народом, ты боевиком был, он не отвечает на вопрос, он прям, я был с моим народом, народ был против и я против, народ осознал, что неправильно воевать против федеральных войск Москвы, и я с народом, возьми его, и вот оставили таких, а там, освоил, пришел, кого поставили-то, этих прихлебателей, да вот так с ними, всех перерезал, народ как перепугался, а там был гарнизон поставлен, и он гарнизон весь убил, он-то от царя на ухода Носора, кто там, Синахерим, народ испугался, сейчас придут и нас всех перебьют, и они давай собирать скарбство, уходить в Египет, это самая мощная была держава в то время, туда он не придет, а порок Иеремия говорит, не ходите, не ходите, это не от Бога, откуда ты знаешь, иди, вопроси от Бога, получи ответ, и какой бы ответ ни был, мы выполним, он говорит, я пойду попрошу, и Бог ответит, у меня живая связь с Богом, но вы делайте по-своему, вы все равно не послушаетесь, нет, послушаемся, он пошел, я думаю, к нему подходили, каждый день, ответ есть нету, два, три, девять дней, ответа нет, десятый день, и вдруг Бог заговорил, и он пришел, и говорит, Бог сказал, не ходите туда, Бог, да какой ты Бог, что ты выдумаешь-то, прям с тобой Бог разговаривает, а со мной нет, это по какой дороге отошел от меня Дух Святой, ну я же вам говорил, ну, все женаты, а он-то не женаты, вы видели в фильме Иреме, это когда ее зарезали-то, и дальше что, все берут с собой, что, дорогой поесть, а он взял два больших булыжника, глиной обмазал их, в котомку положил и идет, посмотрите на то, придурка-то, все там, в Египте булыжников нет, а он не разговаривает, и когда пришли, вы знаете, чем кончилось, они сказали, видимо, отвели им территорию такую, как Потеряевка, вот здесь мы будем жить, вас никто не тронет, вы хорошие люди, тогда он распечатал свой рюкзак, выкопал ямку, и эти булыжники зарыл туда, все говорят, вы слышите, что он сделал-то, пешком из Израиля, принес в Египет, а теперь зарыл, может быть, это золото было у него, так зарыл, зарыл и отошел, нас спрашивали, что это, нет, не спрашивали, так он никого не слушал, он все, по-моему, все и по-моему, он сказал, по-моему будет, а не по-вашему, а он говорит, вы от кого убегаете, от царя Вавилонского, так вот царь Вавилонский придет, шею свернет египетскому фараону, а вот на этом месте у него будет шатер разбит, это я фундамент заложил, и все будет так, а тот знать не знает, и приедет, и своим сатрапам скажет, вы найдите, где мне шатер разбить-то, ну, слуги побегут, вот оттуда опасно, рядом лес, оттуда могут стрелять, оттуда снайпер, вот место, где хорошее, не деревьев рядом нету, и поставили как раз на том месте, где лежат два зарытые булыжника, понятно? не Бог тебе говорил, а Он говорит, по-моему будет. Вдумаемся в это положение, как бы над нами не исполнилось. Дальше. Господь учреждает написанное зиму, весна, лето, осень, за осенью будет зима, вот все люди вместе собрались бы и сказали, давайте сжечь леса, солому, будем создавать нужную температуру, и не допустим, чтобы зима пришла, в другой раз зимой, ни ветра, ничего нету, и солнца высоко, тепла никакого нету, и не от снега, от снега температура-то какая там, нету и все. А почему Бог назначил? И Бог назначил, написано, и так и будет всегда. Бог назначил определенному событию случиться, и нельзя, по-твоему, быть. Ну почему мы пользуемся компьютерами, там в Америке выпускают, Китай там перекупил, Тайвань, почему? Кто знает, почему у нас компьютер такие не могут делать? А я вам скажу почему. Это кибернетика. А ее объявили вне закона, как наука, не наука, а шарлатанство. Еще при Хрущеве. И все. А разработка-то те годы шла. Сказали, кто этим занимается, это преступник. Этого не может быть. Ему говорят, на один ноготь, на один ноготь, можно поместить несколько книг напиштанных. Он спрашивает, можно написать? Они говорят, самое мелкое даже не вместится. Но он судит-то по-своему. Ему ученые тогдашние отвечают правильно. Но здесь другая цифровая техника. Вот у меня диск, ну он большой по объему, вот такой вот, как, блин, 2 терабайта. Это 2000 гигабайтов. 2000 это 2 миллиона килобайтов. А полтора килобайта это моя книга со всеми запятыми вмещается. Притом неизменно ни одной точки. Это полтора миллиона книг вмещается у меня на пластинке с ладони. Да не может это быть. Ну, у меня дома лежит она. Пожалуйста. Вы помните фильмы, какие катушки делали бобины? А потом стали вот такие, а сейчас вообще на один диск, да сейчас много дорожечные делают. Алексей Загуляев мне купил слушать радио. Мне надо радио слушать, последнее известие. Но там диск еще там многодорожечный, я даже не понял, но понял, что что-то совершенно новое. Китай лепит. И все это вместе взятое одна тысяча рублей. Ну, явное дело, что техника на месте не стоит. А здесь-то она не может быть. Кого уничтожили? Вавилова, который собрал злак и пшеница со всего мира, более 100 сортов. его расстреляли. Вавилова расстреляли, да. Да такого еще одного не было, как он. Расстреляли. А палач, который стрелял следователь, все еще живые, получают хорошую пенсию. Мы не можем быть другими. У нас все перепорчено. По сегодняшней я считаю, это невероятно. палача-то хотя бы пенсии там уменьшите ему. Никаких, повышена пенсия. Вот Игнатий может... Ну, следователь-то врал. Ну, может, сегодня он там уже нет. Ну, следователь придумывал это все. Сегодня это все газеты печатают. Ну, и что? Ну, следователь-то хотя уменьшит зарплату-то эту, пенсию-то где-то. Он уничтожил лучшего из лучших людей, который был вне политики. Он занимался со всего мира, собирал зернышки, селекционировал, выводил сорта, чтобы на одном стебле было семь-восемь колосков. А почему? По-моему. Это уже Сталин. Я сказал, по-моему. А вот если бы не по-моему. Да были люди, которые не тряслись перед ним, а сказали ему правду. И была бы жизнь у нас совершенно другая, чем эта. Это цари в основном, и особенно церкви. Вот сейчас опять две тысячи, кажется, новые 200 храмов в Москве построят. Сколько скандалов, люди не дают. У нас игровая площадка для детей, занимают под храмы, бунтуют. А власти сказали, когда местное население согласится, тогда будете строить храм. А народ не соглашается, пикеты выставляют. У нас есть храмы недалеко, зачем? Патриарх сказал, еще 200 храмов. Ну 200 храмов, это не 200 коробков поставить-то. Это же надо место определенное. Для церкви, значит, ограда должна быть. А люди уже живут в многоэтажках и так скученные. А они против себя весь народ поднимают. И это сегодня официально, по телевидению везде все показывают. Батюшка уверен, что храмы не нужны, пока люди сами не могут их построить. А мы можем храм большой построить, там где батюшка вещик пастел, там уже под фундамент яма выкопана. Дальше. Был такой полководец, Кутузов. Как его завершать, кто знает. Михаил Васильевич? А может быть, Илларионович? Илларионович его. Ну, хорошо, что вспомнила. В прошлый раз я спрашивал при Шишишевского, то не узнали? Николая Гаврилович, что же вот там? Николай Гаврилович. Революционер, много пострадавший, ну, так, к слову-то. Теперь, дальше. Вот Кутузов как раз говорит, Бородина сражения бы не было, как бы царь не настаивал. Оставалось до зимы два месяца, и мороз их выморозил, и они перемерли, французы. Это воевать не надо было совершенно. И глава задача, говорит, отсидеться. То есть отошли подальше, а дальше Москвы, он не пошел, Наполеон, а куда идти дальше, в Сибирь-то. И он думал, сейчас выйдут, ключи от Москвы вынесут. Все было не так. И Гитлер дошел до Москвы, забуксовал, необыкновенная зима, в танках масло застыло, танки не движутся, башни не могут повернуть. Ну и зимой-то отбросили назад. А дальше, я почему-то, когда думаю об этом, вот как умно насчета была Гитлером война, я не немец, я не за него, но пытаюсь войти в положение человека. И вот как первое, и вот второй год началась война, наступление. И все его хвалят, ты правильно сделал. Но дальше вдруг не идет никак. Что? Почему? Потому что интересно. И дальше, как отступает, наконец уже война идет на территории Германии. А не теперь сепаратный мир заключить, как-то остаться живых. какие переживания. Он пришел, по-моему. Ему сколько раз говорили, если его город оставить, не отставлять, только по-моему. Погибил все. И, наконец, на одном совещании, последнее уже было в апреле 45-го года, описывает, он зашел, ни слова не говоря, посмотрел на генералитет, свой все на вытяжку, и он говорит слова, за которые вешали всех подряд. Он говорит, господа, война проиграна. В этот же день многие застрелились. Эти слова никогда не забудутся. Как? 100% выжиж был. Такой совет, такой генералитет. Не от Бога. А по-твоему, по-твоему, может душа ватой копойти. А тебе, что тебе? Понятно? Поэтому настаивать, по-моему, или по-моему, очень рискованно. Я вспоминаю слова Арсения Великого, когда его спросили, а почему ты бежишь от людей? Он говорит, на небе тысячи ангелов и одна воля. А на земле тысячи людей, тысяча воли. Вот оно где, по-моему. А ангелы не говорят, по-моему. Божья Матерь, когда вышла, что Архангел и Гаврила, и говорит, да будет мне по слову Твоему. И вот это нам научиться надо говорить не по-моему, Господи, а будет по слову Твоему. замену для артерий не предлагают, да и ни к чему. Меня не будет, велика ли потеря? Кто ощутит тоску по моему уму? то есть мне, мне, конечно, нужно и донор, и все, но когда я все взвесил, я говорю, нет, мне не это, моим артериям донор не поможет. Мне нужно другое. Когда не будет меня, великарь будет потерять. Кто ощутит тоску по моему уму? Меня не будет. И кто скажет, эх, был бы он разрешил сейчас этот спор. А вот он был бы сейчас живой, он бы рассказал как-то. Я-то стихотворение выразил. Кто? Второе стихотворение, тоже один куплет. Мой недруг, это я, мой эгоизм тщеславный. То не по моему, и это не по мне. Выпячивает грудь, себя считает главным, сгорает на постели в сладостном огне. Вот так. По-моему, когда разберусь, то моему, по-моему-то, главный-то враг я. Почему? Потому что я это, по-моему-то, не выверил еще по слову Божию. Это один куплет, еще один в другом стихотворении. Что почки, сердце, кишечный тракт, заезженные сухоедением постным, переживаниями, увы, не на прокат, веригами не по моему же росту. То есть, мне что Бог дает, иногда не по моему росту. Ян Златоуст говорит, вот вы похвалили меня, венок сплели, а он оказался больше головы, головы не коснулся, на плечи оперся. Голова осталась неувенчанная. Поэтому и в похвалах нужно иметь разумную меру. Это Ян Златоуст говорит, я в стихотворении это вот так вот понял. По-моему, хочу, услышь, сними мой срам, но годы испаряются, прошел мираж желаний. Вот там случилось, по-моему, какой кровавой банею, закончилась бы свадьба, не прохудись, карман. То есть, я думал, так будет, и вдруг все повернуло по-другому. И пройдут годы, когда я пойму, как хорошо, что дырка в кармане. А я, значит, вот такую закатил свадьбу на себе нападу. Нам нужно научиться взвешивать свое я и где мы настаиваем и вовремя тормознуть. Я могу твердо, абсолютно сказать, написанное Священным Писанием. А понимаю, правильно ли я, я должен сверять со всеми святыми отцами и на практике убедиться, что ошибки нет. Вот тогда это будет, по-моему. Ах, сколько узких мест по темноте. В воротах нужно боком потесниться. И собеседники со мной опять не те. И не по-моему кошмарный сон приснился. То есть, мой опыт подсказывает, многое идет не по-моему. А имея опыт, я стараюсь не настаивать, попятиться. И проходит время, я вижу, что это так. И благодарю Бога, хорошо, что не по-моему. Ну, по себе каждую, посмотри, хорошо, что не так, как я хотел. Иначе бы туда вывернуло, где сроду не думаешь. И вот сегодня батюшка считал Иоанна Влатоуста, вот, когда мы застряли в Швеции, самый тяжелый момент у нас был в Швеции, когда мы шли на Норвегию с машиной, это беда полностью мертвая. опыт шофера не помогает. А дорогой там один встретил нас, Марьясов, он ждал дорогу, он сам донбойщик, купил такой вот чемодальчик, там блестящие все ключи. Ключи разложили, все, толку нет. Не это нужно, Марьясов. Думаю, все у нас есть, но нет того, что там внутри, мы этого не видим. И шофер опустил руки, говорит, это выше моего, я не знаю. Это могли узнать только в сервисе, и в Калининграде, когда мы за то, чтобы нас затащили, заплатим больше да еще за нас люди платили, помогали. Да нашлись люди, которые показали себя, что мы их друзья, и поэтому они платили наши деньги, обменяли на кроны, и тот, кто везет, он понял, что у нас тут за нами следят, и у нас никто нигде не обманул, а то я уж так прикидываю умом. Мы под присмотром в чужой стране. Дальше. И страшно то, чудеснее, чем в сказке. По моему хотению очень часто сбывается, в том вижу Божью ласку, как в карточной игре при нужной масти. Вот если Богу угодно, Бог как-то так совместит, что после я разглядываю и никак не могу понять, неужели это так получилось. Да так, вот здесь, когда нам уже заело, дальше некуда. Что делать-то? Мы не можем даже на один шаг приблизиться. Дальше мы встали до этого пятьсот с лишним километров до Хельсинка, до этого, Стокгольма. Дальше паром. На паром нас должны тащить. Переплывем. Хельсинки нас потащат, отремонтировать не смогут. Теперь через Рижский залив переплывать, опять платить. И опять мы приезжаем в Эстонию. А в Эстонии еще пятьсот почти километров. Вообще невыносимо. И вдруг выходим на человека, который некто помогал. Помогает парализованный Сергей. С тем человеком связан. Это он в Калининграде. Незначительный человек, молодая, Надежда звать, и она советует, вам надо не туда ехать на север, а на юг. Так это дальше от нашей страны. Это так. Но вы сейчас сядете в порту, то есть Карсхайм, и вас перевезут. Это 14 часов морем. А дальше вы будете в Клайпеде. Это Литва. Но от Литвы совсем недалеко до Калининграда. А Калининград от всех от нашей где-то. И мы поняли, это единственный совет правильный. И мы сразу решили это. И тут деньгами. Человек, который теперь нас ведет, советует, его нету там, который принять может. Но он в Испании. Поехал в отпуск и не знал. Он назначает человека, назначает эвакуатор, откупает, все на себя взял. Я даже не знаю, какая там сумма. Я понял, все не по-моему идет. У нас план. И только надо теперь ноги поднимать, чтобы не бороздили. И нас тащит, мы соглашаемся. Солженицын, тебя заживали шестеренки. Ты только не сопротивляйся. Тебя и зарвет. А может быть, ты это и выплюнет полуживого. Вот с нами получилось так. Я говорю, ничего не будем делать, только будем молиться и благодарить. Нас везут в другом направлении, а мы стоим благодарим. И вдруг такие встречи пошли на пароме, на корабле с русскими людьми. Мы даем, мы никогда бы их не встретили. Это Бог делает. Ну, а дальше уже ясно, понятно. Уже Бог нас просто влек. Вот одно стихотворение полностью посвящено этому. Потерпите, выслушайте. Я буду немного комментировать. Чем мы недовольны более всего, на что стучим от злости каблуками, бестормозные кроют мотюгом, признаться сможем в том, коль не лукавим. Признаете все в этом? Дальше. А если бы с утра нам дали бланк для описания всего, как мы хотели, не высветить ли ближнего обман, задуманный еще в ночной постели? То есть если бы с утра нам Бог дал бумагу чистую бланку и сказал запишите, что вы хотели бы днем. И когда мы написали и все это исполнится, какой стыд был бы только чисто написать, как есть, кому отомстить хотел, против кого что-то сказать, где-то что-то. И когда бы это все исполнилось, а в ужас пришел, это по-моему ты Боже сделал-то. Это стихотворение. По- нашему, по-моему, как страшно свой эгоизм под черным флагом зреть, распахивать чужую тайно пашню. Не в нашем ли обличье входит смерть? Чужую распахивать пашню, это надо понимать, это не только пашня, чужой плуг, это означает чужая постель, чужая жена, чужой участок. И теперь как? А мы говорим по-моему, по-моему, а ты события сложи сюда. И ты увидишь, концовка-то какая. Ты просто попятишься. Это я выходит смерть с утра уже задумал. свое подспудное природно одичалом и заскорузлое с характером беспутным. В какую топь отбросит, где совесть обличает? Признаемся ли, что мы мертвее трупа? Когда все это мы увидим, по-моему, как будет? Нам нужно признать, что мы мертвее трупа. Но если душу Дух Святой осветит и доведет к подножию креста, признание выдаст, я хуже всех на свете, час воскресения с Лазарем настал. Это признание мое осознает, что не по-моему, это хорошо, тогда, когда я подойду к кресту Христову, повернусь и скажу, сдаюсь безоговорочной капитуляцией, и тогда вместе с Лазарем воскресает мое я обновленное, теперь по-моему, может быть, но только оно будет не таким, каким ты хотел его раньше. Ты будешь делать так, как другие говорили, может быть, против чего воевал. Теперь по-моему, а так ли по Христову, во свете Библии с открытым оком жить, плотское взахается, жалостно застонет, падет самооправдание щит. То есть мы оправдываемся, когда целый щит, из-за него начинаем тогда, ну, я же сказал, это по-моему, вот почему по-моему, это то-то, это как щит, а ты убери этот щит, открыто встань перед Богом, не бойся осознать все в ошибки. И тогда на это Бог высеет другое семя. Довольство с Иисусом в том, что есть, что допустил случиться Иегова. Я растоптать, и в этом видеть честь, на горло прихотям мы наступить готовы. Своим прихотям, своему желанию, прислушаться, что тебе говорит ближний, сосед, ты взвесь, а может там что-то есть действительно полезное? Я остановлюсь, что вот это, когда мы говорили, это благо было, когда определили машину мастера в Швеции и показали, нам нужно было перевозчика, что они говорят, они пытаются узнать давно ли нам, и как мы пытались ехать. Последние минуты машины, когда она щихала, дергалась, вот так вот, дергает, дергает ее, и наконец встанет. Мы постоим олейко тронемся, про это опять подергалась, наконец 20 метров, наконец стала мертва. Мы не можем договориться, и вдруг совершенно человек, но у него лицо такое открытое, чистое, он расположился к нам, и я по-шведски, по-английски чуть-чуть говорит, и он тогда говорит, есть русская миссия, и он вызвал и русские, и русские приехали, и дают советы разные, ну русские, но они уже замуж за шведами, и разное-то разное, но последнее это сказала Надежда. Ну она сама, она не девушка, у нее трое ребятишек, сейчас вот я Виктору сказал, сегодня мы должны на них выйти. Я им подарил книги, они дорогой на нас смс, я считаю, вот Новый Завет, там, благодарит Бога. И мы увидели, что здесь Бог говорит. А они, не православные, нет православные оказались. Православные. И Бог избирал, где в другой стране, и какой совет, а вы сами не могли сделать так, чтобы в другом направлении, до порта Карлсхайм, и поехать на Клопеду. Вот, молекул в голове этого не было, я и не знал этот путь даже. И Бог видит, что у нас чистый бланк, Бог-то теперь начинает нам писать, что нам делать. Полная, абсолютная немощь. Мы просто стояли, машину поставить негде, сервиса убирайте, оставить на площадку. Это самое дорогое государство оплачивать. Каждый. И вдруг, два армянина появились, и один говорит, а у меня есть место, могу бесплатно. Мы за это ухватились вначале. Но дальше поняли, нет. Сядь, успокойся. Убери от него руки, пересядь вот сюда вот. Уже не знаю, что делать. Пересядь на другое место. Вылези. Вот сюда. А вот сюда, от него дальше отойди. Ваня, ты многого не знаешь. Дальше. Войну и мир, здоровье и болезни, несчастье, поношение и осанну, откуда бы ни плыли и ни лезли, принять. Так сделают послушное писанию. Вот, что бы ни было, война пришла, там, Майдан, я должен это принять и поблагодарить, это суды Божьи совершаются. А не так, да где он, Бог смотрит, этот воинку упал, 86, только было детей. 86. Фрагменты тел последние все собирает и собирает, где рука, где нога, где нос находят, там, разыскивают. А почему? Потому что дикие собаки тут же пожирают, это все видят, и поэтому затягивают землю пленкой, чтобы собакам не досталось, и заваливают землю, и дальше бульдезера разваливают, чтобы ни одно животное, ну, мыши все равно съедят. Ну, воин, который сбили, малазийский. Это сегодня уже передали, последние фрагменты собрали. Где на сарае лежит, нога отдельно, там вот так. И никто ничего не знал, кто-то обнимался, кто-то радовался, возвращается домой, по-моему, не будет. А неужели за это благодарить? За это надо Бога благодарить. Всем родственникам, чьих погибли. Я встал на молитву, сразу попросил Бога, Господи, кто достоин? Прими в царство Твое. А родственников успокой, дай им перенести это. Ты должен сочувствовать этому. Так, что я должен за всех молиться? У меня вопрос такой не возникает никогда. Мое сердце откликается на все болезни. Еще два самолета упало, я об них молюсь. А человек говорит, я не знаю, что-то вдруг стало свободно, на душе, я не стал, а так пищалиться. И у нас так бывает, за нас кто-то молится. Мы знали, за нас молятся много-много в разных странах. И выставили ролик отдельный в Англии. Молитва за миссию Игнатия Лапкина. И стоят дети, взрослые, и по-русски считают молитву, и сказали протестанты, гляжу, крестица стоят. И ролик выставили, и нам сказали, посмотрите. Специально молились, специально засняли, и нам показали, как молятся в Англии, ждут. Но оказалось, что мы туда не смогли попасть, но все, что хотели, мы им передали. Большие-большие подарки. У них такие слова, Господи, распространи благовестие Игнатия Лапкина от Японии до Ирландии. Они как своими словами. Понимаете, люди, которые нас не видели никогда. Сколько друзей, мы даже знать не знаем. Имама того, этот, парализован, объявил сбор, и в первый день сообщает, кто-то с 4 тысячи прислал. Вот такой-то 30 тысяч перевел. Я знать еще не знаю. Понимаешь, как Бог делает. У нас друзей не выскажешь. А раз друзья есть, значит, ты враги. Враги есть. А за врагов мы молимся. У нас нет врагов. Это они так себя ведут, как враги. Верующему зло могут делать, златоуз говорит, но сотворить не смогут. Почему я благодарю? А если я благодарю, для меня это не зло, а благо. Просто. У тебя всегда будет радостно на душе. Дальше. Собою недоволен несмиренным. Молю о выдержке победной в поражении. Победной в поражении. Когда меня поражают, в это время я победу одерживаю. Хватило бы на всех слюны и бренья. У исцеляющего кто нас с собою женит. Кто нас с собою женит. Он еще считает. Так, это мятая. Но все-таки спасибо. Христос, брат. Вот. Что я молю о Бога о выдержке победной в поражении. Чтобы была такая выдержка, выдержать и поблагодарить Бога. И теперь хватило бы на всех слюны и бренья. Христос прюнул и сделал бренья так. У исцеляющего кто нас с собою женит. Почему? Это наш жених. Исцеляющая слюна Бог плюнул на нас как будто забыл. Как будто мы ему век не нужны. И бренья много, и земля. Я это все понял. А глаза не имеет Господи. У тебя много всего этого, слюны и бренья. Помашь нам глаза, чтобы мы увидели, что за этим стоит. Это я писал 28 мая, как раз где-то близко к этому времени, к 5-му году. Я немножко чуть-чуть отвлекусь. Сергея у нас нету. Сергей уехал на соревнования. Он завтра вернется, наверное. Он же сообщил. А? Он же сообщил по смс-ке. Да? Что верно занял второе место, ураган 5-ое, а какой там третий, граф 7-ое. Ну, он все с нами. И он говорит, я уже возвращаюсь домой. Молитесь. Едешь домой. Я выписал тут бланк, пошел, Лена, все это спрещать. Вы прочитайте, какая похвальная грамота выдают. Сия похвальная грамота выдана Пупкову Сергею Павловичу, профессиональному кинологу, за то, что он отлично выдрессировал и предоставил нам в миссионерские поездки немецкую овчарку по кличке Ураган. Дата рождения 28.03.2010 Ставшую в 2013 году чемпионом России современной двоеборья. Ураган посетил с нами, охраняя нас, более 400 городов и райцентров России и зарубежья, от Тихого океана Портнаходка до Атлантического Португалия-Лиссабон. Страны Скандинавии и Прибалтики, 6 мусульманских республик, Азербайджан и Турцию и трижды был в Чечне. Ночью он обеспечивал полный покой и безопасность. Везде с ним желали сфотографироваться тамошние люди. Он никого не укусил и вернулся здоровым. Полагаем, что ни одна собака в мире ни до него, ни после не будет иметь за плечами более 100 тысяч километров на благовестие, как он. Ураган снова награждается ковром и сушками, которые так любят. Да благословит Господь Христос брата Сергея и его четвероногих питомцев. Проповедник, миссионер Лапкин Гнать Тихо Лапкин Я еще попутно Маленькое стихотворение еще прочитаю послушайте Мне даже близкие родные говорят С твоим характером дело до всего Как с кем ты будешь старость коротать Кому надоедать С какой югой А я не верю этим предсказаниям и взлопыхательствам на прежние обиды что невостребованы будут мои знания и я лежал бы словно пес побитый Не верю Не случится быть не может Но если силы вовсе отойдут Бог даст людей на сердце им положит чтобы лежащий удержал редут Что такое редут? Бойка буйска Ряд войнов Вот Конечно Во дворе и на столе Мои затычки бочки захмелеют А так дай бог хотя бы сто лет где в духе жизнь родник не обмелеет Дождусь я сыновей от сыновей не плотью близких а родимых в духе Вновь в грудь ударит чей-то суховей Коль масло есть светильник не потухнет и не погаснет на окне свеча не просто восковая опыт жизни рассматриваю шрамы отмеща мне нанесенные в засенках коммунизма достану книги молча разогну целую крест на розовой обложке припомню прежнее сражение войну постигшую не раз на смертном ложе житейское похоже отошло их беспорядки морща с переможем передо мной море как стекло без волн искрится упираясь в ложе умиротворенный с богом примиренный навряд ли жизнью сей насытился вполне стоят патронами насчитанные пленки девятый вал мерещится в окне это было написано 8 9 03 немножко продолжу еще смотрите апостол Павел вот такое тоже многое непонятно делается написано пройдя через Фриги и Галатийскую страну это деяние апостола 16 глава 6 стих они не были допущены Духом Святым проповедовать слово Васи это вообще Павел с ним сотрудники идут на проповедь и Дух Божий не допускает как ни один человек не знает что там война началась там Дуна разлился нету но он знает и первые христиане я полагаю они это знали и он не стал спорить не по-моему Павел мог бы сказать не по-моему я направляюсь у меня маршрут выверен мне собрали средства деньги дойдя до миссии предприняли идти в Ефине но дух не допустил их они повернули маршрут другое и дух снова не допускает сломалась машина а почему никто не знает этого по сегодняшний день 2000 лет никто не знает хорошо миновав же миссию дух не допустил их они тогда миновали ее обошли стороной выходят и миновав же миссию мы сошли в Траваду и было ночью видения Павла предстал некий муж македонянин прося его и говоря приди в македонию и помоги нам после этого видения то сейчас мы положили отправиться в македонию заключая что призывает нас господь благовествовать там и так отправившись из Травады мы прямо прибыли в Симофроки в Симофроки а на другой день в Неаполь это в Италии а тут же Филиппы и дальше и апостола Павла могли бы спросить скажи у тебя все было готово и были люди кто примут он что-то мог ответить но дух не допустил и главное в одно место в другое не допустил а он не сидит на месте ну не допустил ну Богу не угодно сел бы и сидел он продолжает идти как раз методом тыка может там откроется и не открыл нигде и вдруг ночью видение ни икона не явилась ему сейчас бы икона явилась на том месте монастырь построить надо я знаю уже видение а тут видение и они заключили что не монастырь надо строить как после этого видения в житиях святых если видение было это значит на том месте надо и монастырь строить а он заключил что нас зовут в Македонию значит идем в Югославию у него мысль была об одном где проповедовать и поэтому все видения входили в это русло вот там по-моему не получается второй раз по-моему нет ни по-твоему не будет и Павел не стал ломиться сказал ну давайте мостын построим пойдем у нас намечено там люди ждут нет он спокойно ждет и вдруг откровение это очень важный момент надо ждать когда будет воля Божия открыта я открыл два места только не по-моему по-божьему вот считаем у врачей есть такой лозунг как не навреди то есть вылечить не вылечишь но хотя бы не навреди не навреди не будет хуже или не хуже вот мне кто ремонтирует где-то я всегда говорю только чтобы хуже не было я доволен но если можно то да но только чтобы после ремонта то хуже он не был у меня этот аппарат не по-моему и поэтому живи не как хочешь а как Бог даст ты себе посмотри назад ты думала что останешься без Валентины ты думал ли что вот так у тебя будет внучки которые в твой дом бегали обнимали целовали сделалось тебе не друзьями на днях мы тут беседовали ну и беседуем и в это время коров гонят я говорю давайте переместимся тут площадка где у нас качели но на загороженном и в это время гонят я говорю а кто гонит я не вижу они говорят да Анфим гонят я говорю давайте закричим ему доброе утро Анфим а рассмотрели это Тася ну давай тогда уже доброе утро Тася а Тася уже спиной идет мы не видим как откликаться я говорю а там то кто там наверное Юля а Юля то с той стороны пошла загонять и сюда идет и вот так закрылась это надо так настроить это это какая жизнь она идет вот там около тех стены оттуда а здесь Володя снимает коров и она вот так вот то есть это научение и только подумаешь а зачем жить тогда неуродливая девчонка хорошая а что это научили то есть это враги вокруг они тебя снимут они что-то тебе сделают они плохо сделают а идут нормальные в платочках одеты все и дальше заворачивают и все время руки держат на лице рукой вот так я показал Лене пошел когда-то заснятое все и кому показать не поверят но будет они по твоей воле что заложено сейчас в детях это будет все против них почему это не любовь любовь она ответила мы тогда закричали доброе утро Юля а в ответ вот-вот и задом задом таракане это жизнь не Богом установлена Божье это открыто глаза это зеркало души тебе не надо прятать папа у вас не урод мама красавица научить вас добру можно было баба верующая и все пришли вот только уже стережешетку смотрят и это все заснято и здесь я вышел коров сфотографировать надо пасут точно так же разворачиваться за пятки идет вот еще научение по-твоему не будет вот что сейчас все эти это все будет вот так они будут отворачиваться от матери которая будет больная гнить лежать вот так они пройдут по жизни от самой себя не спрячешься а наоборот он подошла я так рад вот гонят коров и гонят кто вене гонят и Никита кажется там был у них а мы здесь стояли вот здесь вот я не знаю даже не снимали кажется не было я говорю добрый день я давно не видел то Никита повернулся а это сразу вот так вот фуражка надета вот так вот закрылся то есть же та же самая история ну это еще чей дух отвернулся вот таким козырьком и вот так вот протянуло его здесь мимо на приветствие столько давно мы не виделись это домашнее все ваше выползает но по вашему не будет что если вы сеете в них вот это то другое не может вырасти они на приветствие не отвечают а Библия говорит не пройди приветствующего ты считай Сарахова что она об этом говорит ты поклонись старцу здесь ничего этого нету не просто христианское человеческое звериное вы же понимаете что дальше будет вам ничто не поможет это все эти вы мы приехали первый день только-только сошли радостные забежали здесь и мимо коров гонят и стоим кланяясь не знаю Владимир снимал или не снимал да нет не было не никого не было просто так это отворачивается закрылся сразу длинный доска козырек спиной пошли дальше вы сами думайте что делается здесь кому эта территория принадлежит богу или злому демону да разве это мыслимо иногда говорят по моему глубокому убеждению глубокое убеждение если такое слово добавляется оно должно быть стопроцентное по священному писанию по совести по моему глубокому убеждению должны быть доводы на каждый вопрос который тебе кажется что было по твоему четыре вопроса надо ответить что говорит об этом бог через святую библию это первое что я ищу небесного или земного временного или вечного второй вопрос ответь его третий что говорит моя совесть про это и четвертое не будет ли в этом соблазна ущерба для кого-то и тогда ты можешь быть готовым исполнить папа это высший авторитет земной власти соединенной с духовным я говорю имею ввиду папа римский и он прямо говорит если христос сказал вложи меч в ножны а папа говорит вы не его вы обязаны послушаться папу 14 крестовых походов и куда идут идут убивать мусульман а зачем освободить гроб господень господь говорит что ищете живого среди мертвых а тут гроб господень а что гроб господень нам не отдают мы убили в это время 150 тысяч в гроб положили это нам надо 14 крестовых походов а что туда взяли первую очередь привезли арбузы стали с тех пор научились руки мыть перед едой до этого не знали европа научилась арбузы мыть руки всех времен ничего больше не осталось когда не по нашему нам всегда будет худо но если мы соглашаемся что за этим что-то есть и волю божью мы до конца не знаем ты будешь смотреть с осторожностью что советует посмотреть надо на это не отвергать сходу прислушайте как это выглядит у нас бывает иногда обычая которые иначе как языческими не назовешь и мы должны рассматривать это не так что по-моему я научил я так привык проверь по этой книге посмотри так это или не так язычники всегда считали что природа в жизни человека играет главенствующую роль вот эти какие-то знамения закричали птиц играют птиц называется это птицы предсказывают что-то особенно сова умная птица и она там вытягивает разные напишут что-то люди подходят а что скажут там воронами она вытягивает человек считает я в этом году женюсь но через две недели разведусь но ты и так разведешься уже пять раз разводился все тут ворона проворонил свою жизнь а теперь на ворону надеешься вот так итак конечный результат возвращаемся к первому по-моему слово кентавр имеет двойной смысл употреблять его нужно не всегда употреблять его с оговоркой и сказать я думаю что по-моему лучше бы было так хотя точно не знаю давайте помолимся вот это будет самый точный ответ допустим у тебя знакомый сын кто-то селится там приезжает или кто-то и спрашивает совет но я думаю что хорошо бы было вот так в общем давайте помолимся пусть Господь и тебе на сердце положит вот ко мне подходят сегодня только подошли мы хотим знать я могу помолиться а тебе на сердце что Бог положил мое мнение может что-то не учитывать я все не знаю ты может что-то не договариваешь но я считаю что тебе надо вот так сделать но я только считаю по опыту своему но мой опыт и твоя жизнь не сходится у меня бывает так человек ну хочет беседовать а я вижу он ну не такой я ему даю простое задание перед беседой давай мы все-таки будем молиться семь раз в день в течение месяца молись и мы сядем за стол беседовать семь раз Давыд говорит семикратно в день я предоставляю Бога за суды правды его вы согласны сразу отошли давай помолимся вчера Леша поехал зашел с женой и мы поехали благословите нас и благословляйте друг друга это не только священник и помолитесь ну что вы знаете о том что я вас люблю да и в этом не сомневаемся ну вот знаете что я и молюсь за вас все время меня подбивать на это ну я только что благодарю а дальше давайте сейчас помолимся мы встали попросили благословения на путь а если будет не так как ты думаешь но я и тогда буду благодарить я не возращу вот и все собрались поехали улыбаются куда лучше то еще ты благодари Бога и может от этой виноградной лозы и остальные засветут Бог силен это сделать но нужно научиться не тиранствовать своим по моему я сказал как убавят и священников они знать еще не знают он дамит по моему я сказал от причастия отлучу будешь делать ну докажи послезавтра приезжает митрополит Корнили старообрядческий я недавно одному из старообрядцев тут и говорю у тебя какие-то вопросы к нему есть а какие ну я не знаю все-таки он старообрядческий и тебе неплохо было задать вопрос ну а что спрашивают ну спроси почему нам нельзя молиться в новообрядческом храме здесь когда мы все понимаем одинаково одинаково отроются об иконах у нас нет ничего что нас разделяет вообще ничего нету в этом принесено покаяние что гнали мы это не поддерживали никогда мы ставили это в пример что перетерпели не в революции не пошли старообрядцы ну он здесь чтобы митрополит сказал почему запрет выпивать вместе можно водку пить можно вместе пьют гуляют можно изменяют друг другу православные со старообрядцами что угодно молиться нельзя единственное что нельзя молиться как это так как в киргизе наши жили пьют курят все вместе а как кладбище поврось с киргизами два кладбища киргизское и русское теперь я определенно уже говорю по-моему по-моему у вас должны все время идти занятия я к этому занятию не готовился если бы меня господь не побудил тем очень обычно называется по-моему в кавычки взять а можно было бы назвать и не по-моему чтобы вы шли я вчера посчитал первый том второй дальше где у меня тематические были в деревне вели занятия это ой-ой-ой какие большие были темы вы посмотрите в открытым оком это 123 темы тема скотина земля гости библия дети инструмент пожар поле и все что об этом говорит библия и святые отцы это темы и тема эта часть сохранилась благодаря Игорю Барабашу а потом это я сидел Толя Петеримов мне сделал магнитофон ногой включать за веревочку спасибо Христос и я теперь эти пленки и кассеты все переписал на бумаге и теперь они у меня в книгах кассетки записаны где-то но они может не целиком вообще-то час сорок очень-очень большие занятия были отдельно деревья птицы звери пчелы то есть я даже не знаю 123 разных тем тематические вот посмотрите первый-второй кажется том они включают в себя эти эти проповеди вот у меня на сегодня все вопросы хотел сказать попутно сегодня гляжу лежит там под деревьями железяка вот эта я посмотрел думаю это пособие мне для занятий сегодня это похоже была вешалка вот так вертикально видимо здесь стоит палка там внизу она чтобы не падала и я посмотрел на нее и сказал не по-моему эта вешалка эта вешалка будет рвать одежду а почему вот это внизу правильно сделано а вверху неправильно почему вот она залезает туда вешалка ее не выдержит будут дергать кверху а верх ее очень длинно и будут отрывать кто повешает сюда вешалки будут оторваны у большинства а внизу будут висеть она легко снимается верхняя это предусмотрено для шапок это же для шапок верхняя для шапок только для шапок ну как ну кто-то будет шапка кто-то и пальто ну когда много народу а в чем она этого-то не знаю а я думал ваша ну а тут у нее шапки ну я думаю что не для одних только шапок тут и пальто можно повесить кто будет развиваться я посмотрел и решил не помоя ну и потом это вещь самоделочная если бы это была кубричная шарики были чтобы это не было так остро мы не запрещаем мы только иметь свое мнение нам не запрещается но намертво настаивать вот у нас лагерь такой ну по-моему другого не может быть да давайте вот вам деньги жертвы тут один недавно приехал и говорит вам денег столько дают а вы могли бы сказать чтобы давали вам уже не на благовестие а на то чтобы лагерь построить в другом корпуса настоящие где-то я говорю здесь музей будет я объявлял о лагере никто не откликнулся а на благовестие откликнулись что посетители мамонтовского может построить что говоришь это они предложили корпуса поставить или что вот приезжала комиссия попросили посмотреть лагерь расскажи как комиссия была комиссия была так Лена Барабаш уехала в Мамонт они в это время приехали и она оттуда звонит что тут приедут из комитета по образованию я говорю так как мне сказали батюшка ну это вам у меня какой нет уже сказали что хотят в лагерь так лагеря-то нету но все равно я люблю зеленый горошек уехал на огород и думаю дай посмотрю я не слышу когда звонят или потому что я наклоняюсь она оттягивает а когда к груди она трясет я слышу я как глухонемой ладно я думаю дай посмотрю посмотрел от батюшки был звонок я думаю надо наверное ехать что-то там есть я на велосипед оттуда подъезжаю машина около Игоря стоит Бобик раньше называли я подошел к шоферу говорю вы не из мамонтова да я говорю а где ваши люди он показал на храм я с этой стороны глянул думаю нет в храмы долго они не будут я тогда к школе к школе-то а он сам босиком в своих этих штанах заплатанных-то спереди-сзади и подхожу и потихоньку в притвор зашел а батюшка им как заходишь и налево там горе тому кто не улучшится там из Библии там срамы проще им рассказывает что спрашивает аппарата у меня с собой нет я сейчас отлично слышу сейчас включил я он был не включенный и спрашивает видимо про лагерь батюшка им говорит да это не у меня это начальник а до кого там вот на меня сразу батюшка вскинул и гляжу они одна одета в брюках в белом а одна грудь раскрыта более пожилая оказалось грудь-то которая больше раскрыта она есть начальница там в белом он на меня показал я вижу как они меня смерили скажет откуда это хаттаба сейчас взяли откуда этот пигмей появился а батюшка мне говорит ты стоишь так одетый волосы взъероши все вот так волос то нету ну значит было так я ни слова не отвечаю да и не на что но расслышал теперь он их ведет а у меня задача он повел их к храму думаю эта в брюках как бы она ни зашла я теперь ее караулил с велосипедом но он пока приоткрыл они пошли а я ей говорю вам нельзя вы брюков ну отсюда смотреть а он их провел тех двоих то и показал там библию там видимо ласточкины гнезда а она стоит здесь что-то поговорила когда вышли опять про лагерь то ну батюшка говорит с ним говорите и опять пошли дальше о лагере что-то не заладилось я не отвечаю а батюшке я говорю ты журнал русский дом третий номер где про нас то принеси это ритунский то из мамонта писатель то журналист корреспондент и он батюшка то пошел и просчитал когда они это немножко прочитали считает совершенно без выражения без выражения больше тройки не могу поставить одна молодая считает и видно что один говорит другой она на одном тоне читает на одном тоне допустим если считать плохо читает это женщина женщина она считает там видно и ритунский Владимир Васильевич говорит ну вот видишь у них поселяться когда не пьет не курит не матерится не ворует и я решил проверить мою благонадежность и спрашиваю Игнатий Тихонович а меня в случае чего вы возьмете там разбуди ее толкни вот так возьмете он говорит смирил меня испытающим взглядом и сказал а как насчет матов обойдемся безонных он еще раз посмотрел он сказал писал писал о нас давно без вранья подходишь но они могли вот так просчитать чтобы видно было что разговаривает два человека разное по характеру а она так я решил проверить благонадежность спросил вот как мула кричит с минаретом у того больше еще выражения или как батюшка как панамарь в церкви как Виталий Господи помилуй примерно таким тоном вот это ну и опять к лагерю и теперь я им говорю езжайте за мной он развернулся оборачивался что-то им машина тихоходная я решил фотоаппарат-то не взял все время был с фотоаппаратом а теперь-то я поехал отсюда ну ладно я тогда велосипед поставил им показал ждите здесь они поняли здесь я бегом фотоаппарат на плечи выхожу а они уже в ограду зашли я говорю не здесь это я за фотоаппаратом вас фотографировать еще буду а Володя тут ждет уже кинокамера наставлена ну я дальше-то как говорится врезал на мотоцикле на велосипеде на своем они опять отстали что они такие тихоходные-то ну подходят не пылят соблюдают километраж 5 километров у нас в деревне-то да они в деревню а могли здесь ехать правда ты права там же у нас знак ты права ой да они молодцы-то какие ну и здесь когда подъехали а Володя снимают о снимают я говорю у нас все снимают ну и дальше я начал с рукомойника объяснять с ямы стой подошли к яме к рукомойнику знаменитый подвал где у нас там пряталось все как КГБ не могли найти ну и дальше пошли на кухню тут везде дальше все и идем а Володя вокруг снимают а в штанах-то зашла или там стоит я говорю я бы вас не пустил сюда в лагерь ну лагерь считайте что закрытым вы хотели издалека ну во имя любви думаю не запустил бы я ее тогда приехала санэпиденстанция мы не пустили вытащили ей юбку а она ну широкая кармата она не может в нее войти в гавань-то в нашу вот тогда вынесли материю она материя обмотнулась я говорю вы приехали с документами против лагеря вот я пущу вас сюда потому что этих двоих я сейчас накормлю а запустил уже милиция все одеты правильно а вы будете обижаться не пустили и вы будете злиться поэтому я вас запущу но не как работницу санэпиденстанции положите свою сумочку туда папки положите там наружу а вот теперь юбку дали я вас принимаю как гостя и во имя любви Христова я вас накормлю напою но только вы просто как гости было мы все покажем и она нигде никогда не упомянула о нас только где-то передала чуть ли не твоя сестра Оля ты говоришь ездим что было я сейчас не помню ну не помнишь но все по хорошему и она нигде никакого отчета о лагере не дала мы с ней договорились ну я ее провел но ей это тоже приятно увидеть показали белье выстрелы простыни поглаженные зашли в тумбочки заглянули а вода где у вас вода в колодце брали на анализы выше среднерайонных молоко вот оно на анализы брали мы показали баня у нас где-то пойдете смотреть вот эти я про этих уже говорю да вот сюда только вышли и вдруг как ветер дунет да то холодный такой ветер то какой был скажи градусов на 10 меньше мгновенно а они то одеты безрукавые все то ну и холодно им я им говорю она ой как интересно рассказываете ну ладно садитесь шоферу рассказываю куда поехать он напрямых то я говорю ну туда он опять на по столбам думаю охота так поезжай тогда может проедешь где ну и с этим отпустили я их поставил в ряд здесь стойте здесь я фотографирую вас фотографировал ну все на видео на все снятое как положено вот это все будет в интернете они нам понравились ну не считая там одеяния ну какие люди ну такое одеяние а школа наша понравилась вот это не у меня вопрос я не был там о школе я не говорил и батюшка мне говорит похоже по всему что им школа не нужна была им только лагерь нужен был поэтому они все крутили глядели ну еще школа школа парты каждый год одно и то же новая краска сильнее гореть будет вот а тут я столько слышала и ни разу не была ну я подвел рассказываю вот а она там амонтовская тогда был первый секретарь райкома партии Куфаев Владимир Алексеевич я так помню его и он вот интересно я коммунистам не доверяю а вот ему доверяю и он тогда обратил на нас внимание взял автобус или два но помню автобус с таким радиатором вперед выдвигается и он набрал людей приехал сюда в лагерь не знаю Андрюша ты был нет тогда и вышел поздоровался нашим то людям можно культурно как можно а мы были как раз там где качели тогда там не загорожено было подошел а сколько у вас людей я говорю да кто знает приезжает уезжает такого строгого учета по календарю то не было вчера кажется так не отвлекайтесь вчера кажется приехали с поезда сразу 72 человека сошло с Украины там Белоруссии и откуда только не было на навозную кучу ехали люди и как-то были все с армией много было и девчата такие ну прям на вид на выдание где-то я говорю не знаю ну а можно узнать я говорю можно рында-то была уже у нас я подошел в рынду-то ударил а они даже не видели что там вверху-то работают люди у нас тут качели такие были оттуда повалились а тут вот этот муторакань шуткатурили-то ну молодые ребята отсюда глина с соломой-то она переплетена это прутики-то а те оттуда глина-то пролетает и кажут они хохочут стоят здесь ну молодые им интересно здесь ну а я достал жесть нашел и сделал там печь они прибежали строить стали сами хохочут и все в глине-то он даже отшатнулся ой-ой-ой какой народ-то у вас ну и маленько поговорили все расспросил а потом он сделал доклад в районном-то вызвал председатель сельсоветов директоров завучей и говорит я ездил вот туда-то потеряевку люди которым ни одной копейки никогда никто не государство не дает и как они интересно живут все у них есть все работают какая молодежь почему у нас все время стонут и не хватает потом я с ним буду еще встречаться потом он приедет когда потеряевка начнется строиться пришел и уговаривал не делайте этого есть деревни брошенных где асфальт где электрический ток инфраструктура ну поселяйтесь там ну ничего нету мы сказали нам нужна от вас только одна просьба выполните выполню не мешайте нам больше нам от вас ничего не надо он говорит это я обещаю и когда уже все построили он приехал остановился напротив тенщуков увидел какая ограда вот эта ограда да у вас тут прям там машина-то стоят вот видишь говорит ну мы говорю вы же нам обещали да я выполнил свое обещание выполнил выполнил нигде не мешал у русского человека таланта силы воли всего хватает и я им этот случай вчера рассказал позавчера рассказал ваш начальник был вот так вы приехали с каким намерением в лагерь подыскиваете под нас кляузу написать и вы поэтому здесь найдете тысячи моментов где глина там где там впало если вы с добрым намерением как приехал Шойхет Яков Нахманович это первый замглавы администрации края еврей он мне доктор медицинских наук ученый человек он мне операцию делал он все осмотрел и говорит а что удивляется мы в Украине на Украине в таких мазанках жили он хлеба попробовал воды попил там а местной санэпидемстанции пить не стал а тот прям из ведра из колодца попил вода отличная какая а тот стоит ему до этого он хотел сказать плохая а тот рамка пониже не на один не на ступеньку я все им сказал вот вы с каким намерением к нам сюда приехали я вас не знаю вот и поэтому мы вам все показываем так как мы понимаем нам этого довольно довольны мы всем что у нас есть что нам нужно Бог поможет вопросов не было что-то они спросили башни из-за чего я рассказал деревьев не было коровы далеко уходили мы сделали башни чтобы смотреть где корову в какой лог забрели и что-то еще такое прямо я в колодец хотел вам сказать говорю пойдем донять тут дунул ветер холодный то есть они нам понравились по-хорошему мы пригласили их отобедать с нами они торопились не стали вот такая была какие должности у вторых третьих которые были а что я буду расспрашивать они не ко мне приехали вот послезавтра будет митрополит старообрядческий корнилий если он здесь будет тут его спрашивать не надо он приехал я их знаю уже по интернету меня спрашивают он наверное приедет вас перетягивать к себе я говорю да кого у них другого нет у них проповедь очень короткая старообрядцы корнилий ты еретик переходи к нам четыре слова больше нету но если предлог взять то пять все проповедь восхитательный знак один и второй ты еретик восхитательный переходи к нам я и могу ответить я вас очень хорошо знаю уважаю и люблю но переходить нельзя потому что за каждым шагом вашим маящит смерть вот Адриан был я вас просто не знаю мало считаю ваше выступление Адриан был тот шел на какой-то на контакт с новообрядцами с никонянами как они называют там можно было заниматься но я вас не знаю и вы умрете за вас никто не отвечает они сразу блокируют не встречаться не молиться ничего себе я бросить детей должен и не молиться с ними да вы умеете это меня так обильно Бог благословил сверх всякой меры меня Бог благословил открыл сердца людей от океана до океана и я вдруг был я вчера стал готовиться книжку свою открыл и не могу оторваться решил другой дом открыл открыл сам писал сам говорил не могу оторваться сколько там информации мне говорят да у вас книги все энциклопедии да мне никогда не написать это никогда это Бог сделал и вдруг сижу набираю версткой занимаюсь в фотошопе работаю а в 62 года показали как его включать да как я могу куда-то пойти я могу помогать вам помогать как ну рассказать как работать на благовестие если вы сможете потому что к старообрядцам у нас очень очень большие претензии за то что ну вот это вот особенно запрещают молиться ваши люди ну везде могли бы получить намного больше работать по урывке там беспоповцы хотя их уже почти нету вот это я бы ему сказал ну будет ли момент я же не на рожок лезу вопрос возникнет как-то я спрошу не обижен ли вас то есть предисловие какое-то все же митрополит а что он митрополит то он меньше вас знает у меня мысли такие никогда не приходят я не о знаниях говорю это статус его я должен оказать честь и когда мне они звонили они еще меня не поняли ну как-то там владыку примут я говорю как патриарха примем а в эти слова для старообрядцев это что означает в первую очередь по первому чину со всеми уважительными реверансами перед ним а второе как патриарху это значит никуда мы не будем переходить потому что патриарха признаем за патриарха Кирилла это если они нормально мыслят они сразу поняли примут как патриарха значит патриарха они принимают нас они тоже принимают но от патриарха они не отойдут значит наша проповедь может быть несостоятельной а я бы так это я просто говорю не знаю как я не буду думать но зачем он говорил Кириллу Сахарову я очень хочу встретиться с Игнатьей Кириллу Сахарову главное главное и здесь когда я узнал и позвонили они мне позвонили с Москвы Владыка очень хочет встретиться с вами опять никакой потеряете таки речи нет я говорю так я же потеряю я говорю ну сюда можно приехать приехать ну да мы встретим его как патриарха то есть с любовью встретим он митрополит законный митрополит мы у него благословимся если он благословит я батюшке даже сказал если он захочет отслужить в храме то вопросов никаких нет и батюшка в коридоре постоит про это даже не мечтали но если он скажет я бы молиться стал если бы здесь не были мы выйдем как оглашенные все самое главное ты возьми подручник под благословение благословить нет я то с удовольствием подойду у меня было так когда приехал священник мне голову отсечь Павел Морозов с Рунги приехали за мной я в Искитиме жил приехали из Новосибирска писать себе специально приехал такой миссионер священник благовестник я приехал приехал а там наш отец Трофим старобрядческий это ну это тоже старобрядческий это и я к отцу Трофиму отец Трофим я иерей а вот это протеерей я развернулся туда рога свои к нему в ноги а тот на меня посмотрел молекулы в эмбриональном зачатии а кто ты такой отец молчит этот мой который с поведностью прищищается а я тебя не знаю может ты какой еретик а мой молчит то есть он заранее меня уже в стан врага со всех сторон окружил и мне надо только теперь подниматься и сказать готов принять вызов я вот так вот встал и мои все минометы были направлены туда и теперь когда начали он начал меня допрашивать я молчал так что же молчишь я говорю можно ответить можно я говорю я отвечу так во что я верю и стал говорить ну у них видишь опыта нет никакого молодежь вся старая бряческая обыгновенно встала на мою сторону и ко мне приехали вот что вы говорили дайте напишите нам они ничего не знают что как веришь во что верить ну я на память в памяти бог отмерил меня я сразу все записал это дело они переписывают у них другой вид но этот священник восстал на истину я вот убеждаюсь все таки не два года 52 года у меня не было еще ни одного момента ни одного повторяю ни одного на сотни человек которые восставали против меня и остались бы в том же положении статус их меняется в тот момент когда они разговаривают приехал Павел Морозов это священник от других отличался тем что он был духовником у митрополита исповедует главу церкви это надо знать какое у него доверие с этого момента у него все пойдет по другому он сразу садится пришел здесь у кого на квартире и пишет в Москву я его не считал но судя по тому что дальше будет я примерно догадываюсь что в Новосибирске обнаружена язва Лапкин Игнатий Тихонович его супруга Надежда Васильевна Лапкина ходят к баптистам перевели всю молодежь старогрязческую и туда и туда а старогрязцев я знаю они сразу оттуда приказ отлучить и мы отлучили ни исследования ни допроса ни свидетелей и когда в церкви это просчитали и сразу обернулись вы поняли со всеми тоже будет восстали только два человека которые Александр Иванович Устинов Володин отец подошел и сказал вы слишком многого хотите мы общались и будем общаться и Андрей Долгов Нина ты обоих знала? да ну а мы-то только доглашенные за дети не разговаривать ничего нельзя но у него началась подлинная катастрофа представьте ему не верить нельзя духовник известный едет по России у старогрязцев встречается буквально с радужа Бог сворачивает ему рога и вот так вниз что случилось до конца никто не знает он восстал против своей системы и стал говорить может быть он и прав был я не знаю говорю не знаю у него дочь была ездила с ним Маша она отколется от церкви и образует отдельную секту общину без священства там что стволилось его вызывают требуют отчета про Игнатия уже речи не было но теперь он меня коснулся я всем говорю не трожьте меня я себе не принадлежу ты бухтишь тебя Бог врага будет вот сюда втыкать он не покоряется с него санк снимают и теперь он же не священник и он дальше не покоряется они издают новое умрет даже не чтобы не отпевали не хоронить хоронить по-своему не разрешает и он тогда объявляет никакой санкосмене не сняли он как филарет в Киеве который Денисенко он продолжает служить службу а это уже против канонов идет и Маша тогда когда он умер его не отпевают там ничего по-своему они там могли а так нигде и все идет теперь мы едем в Москву но там другая цепляется история выходит священник кажется Сахаров тоже фамилия его вышел сел меня обнял и говорит как хорошо вы сделали что никуда не ушли теперь мы можем сказать клеветал на вас отец Павел и теперь отец Трофим подтвердил ничего этого не было никто никуда не уходил отлучение снято с вас и они отпечатали на бумаге и это у меня в книге помещенное примите их и чтоб под наблюдением были и прочее такое но у них самый такой грамотный был в него отец работал Бобков Алексей а это Евгений он в Гомеле был священником ты слышал может эту историю Валя Бобковых ты знаешь какая трагедия была он со мной одногодок был он закончил институт строительной архитектуры так мне кажется но допустил ошибку первую и я когда поздравления посылал то посылал всем баптистам Пасха Христова и письмо которое баптистам положил к нему в старообрядческую и он мне объявил смертный бой этот Евгений как он Андрея Долгову уговаривал Андрей приезжает мы с Евгением чуть не до утра ходили гуляли и он только одно повторял не знаю с Игнатием не бери от него ничего не слушай он говорит Андрюша не могу вы же ну вы же знаете а он со мной по хорошему Евгений был ну как по хорошему просто знакомый больше ничего не было он объявил мне смертную войну и в это время когда мы уже приняты бумага нам выдана мы выходим тогда была архиепископия метрополии не было еще метрополитов не провозгласили и он вот он а вы чего здесь делаете я говорю сняли отлучение как сняли так ничего за нами не было а в коридоре он стойте никуда не уходите там шлюз такой ну мы встали прижали стоим не уходите он пошел уже снятое отлучение вернуть назад это старообрядческая свирепость звериная просто свирепость мы стоим он ушел минута вторая 10 15 20 поднимает видимо архивы там все он ничего не может сделать доказательств нету и он выходит ладно идите а что идите мы идти не можем мы бежим мы летим мы радостные такие все проходит какое-то время а у него сколько девять сыновей представь себе девять сыновей он едет на машине сидит в машине тут машины другие тут лесополоса небольшая ну кустарником а там дальше встречные движения вот так идут и он сидит здесь а шофер здесь рядом он с шофером рядом сидит и заснул в это время там долгуша длинная металлический кузов там метров 10 она перелетает насквозь через эти кусты и на их дорогу их машина влетает под машину у него мгновенная смерть сразу там оторвало разорвало его и все его нету и мне они пишут пишут показывают план у меня в книге это все переплетено нарисовано есть такая картина репина называется не за май стоят партизаны пики там у них грабли виллы и эти наполеоновские войска которые там не за май то есть не трожь не трожь нас как Лев Толстой писал русский мужик долго терпит но если поднимется возьмет дубину будет гвоздать налево и направо не разбирая ни своих и чужих это война и мир так начинается война и мир про наполеоновское нашествие не за май я тоже скажу меня не трожь ты мне ничего не сделаешь это бесполезно вы знаете на нас здесь гонение было в 99 году вот здесь вот потеряете 15 комиссий краевых краевых прокуратура возникла три уголовных дела против меня три уголовных дела это не игрушка если вы знакомы уголовное дело это значит уже процессуальный процесс начался это уже следователи едут ищут уголовно доказуемое преступление оно не мешает мне мешает все равно лицо ваше пишут статьи поганые самая поганая статьи писал московский комсомолец на Алтае наконец-то Лапкина прихлопнули заголовок заголовок печатают статью потеряевка беззеленных прекрасно потеряевки ничего не только о лагере рисует черта с нагайкой с плетью и верху общину Игнатия Лапкина то есть не меры рисует Курдюмов а пишет Фадеев я приехал в газету пришел я говорю вы что делаете вы же ничего правда не написали 47 искажений в одной статье 47 это один раз неправду сказать ну и что что вы нам сделаете я что буду делать я требую сатисфакции то есть удовлетворения извинения хотя бы вы деловую репутацию подрываете в меня а что было родители приезжали среди ночи за детьми они по телевизору сняли показали что тут а ничего не показали только говорят вот он у меня сидит писал статью это писал вот тут Федяев а потом был здесь первый секретарь КПРФ Бобров дорожного района города Барнаула это большие единственные первый секретарь это председатель ну а как вы считаете вот если не по-вашему как раз по теме ну я говорю ну что же не по-нашему я вам объясняю я говорю самая конструктивная программа когда мы виновным называем себя вот мои стихотворения про это то есть если у меня стоит цель и цель это очень важная мне достичь нужно вот обязательно достичь но я полюбил девушку ну вот что бы то ни стало она моя должна быть но она мне не отвечает взаимностью мне преграда почему потому что парень другой за ней ухаживает поэтому я должен был бы узнать почему она его больше любит я должен превозмож в этом больше знать как вот отец Сергия Льва Толстого говорит он решил во всем быть лучшим а он так понимает она не отвечает тот парень я подговорил убили его а она меня не любит она снова любит другого и он что она идет маленького мальчишку провожает в детсадик он схватил ее за волосы вот так опрокинул и стакан кислоты вылил ей в глаза и теперь со всего мира ищет глаза то выжженные могут нет вылечить глаза ее везут в Израиль везде это самая деструктивная программа если мне что-то мешает а у меня цель я волевой человек я должен достичь цели я буду с пути сметать убить и погубить сбросить но если я начинаю с себя я начинаю работать над собой мне никого не надо убирать и наконец я этой девушке таким покажусь она да кого я полюбила да в сравнении с ним то они никто во-первых тыл я везде буду ездить по всему миру я спасаю душу то есть я конкретно говорю то есть я должен начать работать и я этому корреспонденту он как бы корреспондентом одновременно показывает бобров а если не так то убить и погубить а это уже я беру из Златоуста и из Достоевского а он-то этого не знает коммунист обыкновенный тупой дикий он берет убить и погубить отрезает опять я сижу говорю и опять убить и погубить и опять убить и погубить то есть я ищу только убить и погубить он монтирует монтирует там был еще Лавриненко и Лавриненко Лавриненко это делает а Бобров показывал Лавриненко Сергей Николаевич вот это вот а потом статья этого Боброва и когда я потребовал удовлетворения они не ответили статья за статьей на меня была и я подал в суд и три процесса выиграл все выиграл опубликовать опровержение всех их до низу дожал и оплатить деньги а мы платить не будем а с вами никто не разговаривает сколько платить обназначил это 5 тысяч всего только но если бы это я был Лужков мне бы назначили полмиллиона за то же самое оскорбление ну незначительная бложка-мошка но Бог-то знает мой статус у него у Бога другой это я уже убежден был другой и вот здесь когда они так решили Москва отвечает они зарегистрированы в Москве в Москве а регистрация прошла в Горном Алтай их никто не может еще взять газету я пришел в прокуратуру а говорят это с ними судиться бесполезно ну я говорю можно попробовать и разгромил в дребезги Господи они теперь Москва получила указание отсюда оплатить они не платят они им первый штраф уже штраф не 5 тысяч а 10 тысяч и если нет значит конфискуют у них все эти приборы продают и оплатят мне они мгновенно мне деньги переводят это Бог так делает а ГТРК местная приезжает на дом ко мне там Масалов заместитель генерального директора вот такое дело вот мы приехали вот хотели бы чтобы вы заявление забрали а мы о вас такую хорошую статью напишем когда лагерь откроется я говорю вы еще не были ни разу и уже хорошую статью а мне это не надо хорошая вы напишите правду а вы написать ее не можете у вас рука кривая на это ну и когда им сказали в 3 часа дня в передаче будет звонят а у них программа была и программу ломают программу телевидения ломают в 3 часа чтобы показали что процесс проигран и вы приносите изменения и опровержения я говорю да я не прошу да нас никто не спрашивает уже прокуратура вмешалась мы обязаны это сделать всю программу меняет и вставляет меня туда конечно приятно ну я посмотрел по телевизору все как делалось но дальше началось совершенно невообразимое который писал статью его с работы выгоняют другая которая про кофе писала Ирина ей запретили религиозные темы касаться на лестничной площадке а который 3 статьи писал его находят мертвым в подвале а который помогал профессор его останавливает и ножами режет всю задницу на клочья и прокуратура говорит невероятно что это делается так говорит я говорю не трожьте меня еще раз повторяю не трожь меня потому что я за себя не заступаюсь я за дело божие ну уж вы как-то я говорю так как есть я тебе называю факты называю имена людей которые ну представь духовник патриарха так сказать и снять сан отлучить и запретить отпевать такого не даже не было у старообрядцев что он потерпел да что он из-за вас потерпел не знаю но только почему-то сильно сходится вот такая брат история не по-моему я-то хотел так господь показал пойдешь вот таким путем да я слабый а в нем еще моя сила мы сегодня вчера Витя приехал и я говорю ты сейчас садись и ролики все сначала надо переименовать их переписать как сначала сначала еще начал переписывать еще раз на бумагу ты-то откуда писал те которые выставили из интернета из интернета сколько уже выставили 69 69 как мы вернулись уже как мы вернулись ну и те которые там были сняты где-то теперь надо найти какие у нас были сняты найти которые пропуски сделают и докончат эту работу и это мы ну сейчас запрашивает когда мы вернулись как нас встречали на Ползунова и это будет и люди находят пользуются но если 100 человек сразу заходит проходит день-два то наверное что-то стоит нас стоит здесь нету люди находят ответ вот не по-моему скроено не по-моему уму и мою жизнь Бог так спланировал как мне бы никогда не придумать Богу нашему слава так это рогашку можно опустить давайте достойно по-моему 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 Отец наш Небесный, благодарим Тебя за это чудо, что совершил, возвратил нас к жилищам нашим. Благослови живущих здесь и найди новые души, знающие Тебя, любящие уставы Твои. Благослови брата Сергея, путешествующего Алексея и исполни доброе, что намечено ими, расширь пределы общей наших, посети болящего Сергея и труд его умножь. И найди новые души, которые закончили бы наше дело миссии. Найди те души, которые желали бы все закончить, как должно. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.